Музыка Я вот заказала себе Бескофейновый кофе Вот такой бутерброд С тортией и Сейчас покажу, что у Сережи И у Сережи, что у тебя, бутерброд с тунцом Большой и Coca-Cola Сэру, то есть без сахара Здесь, кстати, очень такое милое Кафе, мне нравится Его дизайн Хотя цены в порядке так на копеек 30, не знаю, 50 на все дороже Нежели пойти в 365 Или в какой-то такой дешевенький Но где же можно? А, кстати, нас хотели обсчитать Я заказала себе маленький бутерброд Вот это половинка бутерброда Сережа платила И нам посчитали как за целый То есть он стоил где-то 350 Сережа такой, можно чек? И эта девчонка, что там работала Такая, а, чек? И такая, ой, я вам неправильно посчитала То есть пока чек не просишь Она не понимает, что она неправильно посчитала А тут она даже еще не смотрела Но такая уже знает, что она неправильно посчитала Еще там стояла тупила Короче, ладно Приятного аппетита нам И вам если вы тоже любите Сегодня мы квартиру поедем смотреть Опять-таки в Бадалону Но только ехать на две остановки раньше Нежели саму Бадалону Там в кайт-квентуре выходить В общем, квартира эта стоит 690 евро Осталось только ее посмотреть И что нам нравится Она находится в четырех минутах ходьбы от моря Приехали мы уже в Бадалону Приехали в этот район, где квартира Вот она Кстати, дом неплохой Сейчас еще крупнее покажу Видно, он такой старой постройки Высокие потолки Так что, возможно, нам даже понравится И вон там виднеется уже море Вот в конце этой улицы море От метро сюда идти минут 6-7 Может даже 5 Ну, мы быстро очень дошли Но эта улочка мне нравится Где сама квартира Но опять-таки проезжая Вот ездят машины, как и у нас в Грасии Это, кстати, минус Но мне нравится, когда машины ездят по домам Мы уже вот так нажились с этими машинами Когда окно невозможно открыть летом Ты спишь, и у тебя вот эти газы Бензин поднимается Все в квартиру ужасно В общем, эта улочка, в принципе, нормальная Такси смотрится симпатично Домики такие опрятные Но вот оттуда, откуда мы пришли От метро, там такой райончик, такой гетто Но прям не очень приятный Вот так смотрится дом Нормальный Там вон соседние дома Вот такие дома Вот так вот В общем, ребят, квартира находится Вот где-то там, за этими домами Чтобы прийти на пляж Нужно перейти вот такой пешеходный мост Потому что вот здесь идет железная дорога И я уже нашла минус Этот мост без лифта И даже без такой лестницы Где просто можно покатить коляску вверх И спустить Здесь только ступеньки с обеих сторон А вот море Я думаю, уже все поняли, о какой коляске я сказала Сказала, как обрезала Я просто смотрю наперед, что потом будет коляска Я думала, вот сейчас так с дома вышли Четыре минуты и на пляже можно гулять Нет, тут-то было Нужно либо искать какой-то другой переход Там еще есть подальше один Ну посмотрим Я, конечно, расстроилась из-за этого перехода Потому что пляж здесь реально обалденный Я люблю пляж в Бадалоне Он гораздо круче, нежели в Барселоне Здесь свободнее, просторнее, чище Здесь вода более бирюзовая В общем, здесь классно Еще мне очень нравится вот этот пирс Так, где же он? Не вижу его А, вон там он, короче, сзади В общем, пляж здесь реально обалденный Классный Он широкий Видите, тут и пальмочки И такой простор Вообще, очень классно Кстати, жалею, что не надела шляпу Что-то я сегодня реально ступила И не взяла ни шляпу, ни купальник Хотя можно было бы его и взять Потому что квартиру мы будем смотреть в 12.20 А потом у нас еще времени будет вагон и полная тележка Как-то я вообще не подумала взять купальник Можно же было на пляж сходить Просто после праздника Сан-Хуан Который проходил на днях Я думала, что еще пляжи грязные Но здесь Бадалоне, здесь не Барселона Поэтому здесь чистенько, людей полно Можно было и на пляж сходить Ну, Настя бум-бум Ничего не взяла Кстати, вы заметили, что я в последнее время хожу с этой сумкой? Она оказывается такая классная Просто маленькие сумочки мне сейчас не подходят Потому что мне нужно всегда носить свою карту по беременности А она не ману Ну, такая не совсем большая И не маленькая В сумки не влазит Поэтому я как-то приловчилась к этой сумке И она такая классная, что она круглая Сюда шляпа помещается и не мнется Которую я не взяла Зашли купить водички И я себе воду взяла Сережа нашел вот такую грим-колу В общем, здесь вместо сахара идет стевия А стевия это такая трава Которая она сладкая И заменяет сахаром И сладкая В общем, чувствуется, что не кола Но такой коловый вкус есть Но так как я не люблю такую фигню И мне не нравится Вот входная дверь Вот здесь первая комната Она, короче, не маленькая Вот такой пол Лампа Но окно внутреннее То есть оно выходит в коридор Вернее, в гардеробную В общем, туда еще идет пространство И вот гардеробная Нет, это комната Там комната Вообще, очень классные вот эти штуки Их так много Вот это окно со спальни Которые выходят Кстати Это не странное явление Такое в испанских квартирах бывает Вот такая гардеробная получается Оно здесь как коридор Вот такие шкафы Купе Кстати, блин Это очень классный шкаф А только ради шкафа Можно квартиру брать И вот здесь вот так идет Вот здесь маленький балкончик Стоит москитная сетка Это бутан Не знаю, может она понадобится здесь Это кондиционер Ну, в общем Потолки высокие И вот здесь комнатушка Очень маленькая, я бы сказала Я не знаю, сколько здесь квадратов Мне кажется, только большая кровать и станет То есть только кровать И максимум Тумбочки маленькие И вот здесь Стоит комод И вот окно, которое выходит на улицу Как раз вот это, откуда мы пришли О, окошки вот такие Помененные, новенькие, большие Стоит кондиционер Классно, что высокие потолки Пол вот такой Ладно, идем дальше Такой коридорчик Вот вход Комната без окна Повторяю Прошу Вот вторая маленькая комнатушка Вообще Смотрите Сейчас будем мерять Вот я стою Вот Раз шаг Два шаг Это два больших шага И это комнатушка Без окон Без дверей Ну, вот такое маленькое окошко Оно выходит в зал И вот такая дверь просто То есть Вентиляции здесь абсолютно никакой Вот такая арка Высокие потолки Вот это Применение вот этой комнаты Я вообще не поняла Это как Столовая скорее В общем Можно какой-то диванчик Маленький поставить Или стол со стульями Вот такой Харчевник Типа Вот так вот Это смотрится Идем сюда Здесь кухня И кухня-то Так себе Но Ничего особенного Не сильно маленькая Не слишком большая Старенькая Не новая Сушилки Краны А что это? Интересно Что это? Не знаю А, это может фильтр Не, это посудомойка Наверное Да Я не смогла открыть Вот, да А, посудомойка маленькая Боже, таких малюток Никогда не видела Круто Малютка Прям Вот такой холодильник У нас свой есть Не знаю Кстати, они оставляют Это все Холодильник Но нам свой придется продать Если мы не хотим То они могут забрать Вытяжка Проще нам этот оставить А свой продать Да Вытяжка старая Есть вот такие полки Плита Вот такая Кстати, я видела Там бутана стоит на балконе Тут что? Тут газ? Или что здесь? Сейчас измельчим Короче, духовка Вот такая старая Нет, тут бутана А, бутана Ну, это только Чтобы готовить А, чтобы купаться Там На электричестве, наверное В общем, баллон Надо подключать Ну, это чтобы готовить Да, чтобы готовить А так что Вот там стоит Душ Смотрите С кухни Есть два выхода Есть туда Есть, откуда мы пришли Давайте вернемся И зайдем сюда Так, здесь люди Не будем людей беспокоить Давайте сразу Вот кухня И лучше пройдем в ванную Вот такая ванная комната Тумбочка не старая Такая носительно современная Кранники не новые, естественно Вот там вот такое Сушилка для полотенца Зеркало Душ Вот такой Ой, как я не люблю Эти стеклянные Дверьки мыть И такие противные Но Сам душ Вот такая Белая плита Так как Камень какой-то И неплохо И не хорошо Вот я Как всегда Вам Помышу Выходим с ванной И вот здесь Какое-то такое пространство Типа как зал Вот такое большое окно Здесь вывешивают стирку Вид Вид так себе Вот стиралка Прям вот здесь С ванной рядом Стиралка Бойлер Вот здесь походу Зона для телевизора Кондиционеры висят Кстати, очень классный потолок Я люблю такие потолки Но блин Что вот это такое вообще Это Это душ Как будто бы достроили Серьезно Видите, как оно все сделано Туповато Не знаю Мне не нравится Очень мало Не знаю Передаст ли камера Но я вижу Что весь потолок В пятнах Сейчас попробую Что-то покрутить Вот Видите Вот так Вот так видно Это плесень Ее, возможно, помыли И остались Такие желтые пятна Вот такая лестница Подъезд не страшен Итак, давайте подведем итоги Квартира нам не понравилась Потому что Потому что у нее непонятная планировка Там непонятно Как они все это уже сделали Две комнаты, которые не имеют окон То есть окошки выходят либо в коридор Либо в зал Это большой минус И плюс я в одной комнате заметила Плесень Видно, ее помыли Но помыли плохо Если бы они еще покрасили квартиру Как это обычно делают Обычно перед сдачей Все квартиры должны покрасить белый цвет Но в этой почему-то такого не сделали Вот если бы они покрасили Мы бы этого и не заметили Но хорошо, что они не покрасили Потому что видно Они только помыли А следы пооставались Плесень это очень плохо Она появляется Во-первых, из-за того, что квартира рядом с морем И плюс в комнате нет окна То есть плохая вентиляция Дальше Комнаты маленькие Единственная нормальная комната Это та, которая выходила на улицу Которая возле гардеробной То есть мы бы там спали Но туда поставишь только Кровать и тумбочки, как я говорила Ну а шкафы, в принципе, отдельно стоят Но это еще нормально Далее вот тот зал, который был с большим окном Это как пристройка То есть видно, раньше это был Ну не видно, это так и есть Раньше это был балкон Такая мини-терраса И они это все достроили Как-то сделали там вот тот душ Сделали такой мини-салон, где отдыхать Ну непонятно оно как-то То есть получается возле кухни Там зона как столовая И дальше зона как отдыха Вот такое В общем 690 евро стоит эта квартира Вы не подумайте, что Есть большой выбор Нет, выбора нет Потому что мы смотрим Самые дешевые квартиры Мы приценяемся Присматриваемся У нас еще есть время Радует, что в этот раз Мы посмотрели вариант получше Что мы идем куда-то вверх Но не можем сказать Что эта квартира классная 690 евро Это только заплатить Только за саму квартиру Плюс еще счета И плюс, чтобы въехать в эту квартиру Нужно заплатить 4 стоимости этой квартиры Это 690 умножить на 4 Это будет 2 800 Ну почти 2 800 И плюс еще заплатить нужно 200 евро За что? За то, чтобы эту квартиру Отложили для нас Да? Или за что 200 евро? За то, чтобы зарезервировать Да, чтобы зарезервировать Эту квартиру еще 200 евро То есть в итоге нужно отдать Сразу 3000 евро Плюс переезд Это стоит тоже недешево Нанимать машины Спускать всю мебель Вниз, вверх Конечно, вылетит это в копеечку Ну и плюс счета, как я сказала И это самый дешевый вариант, ребята Самый дешевый вариант Плюс, скажу вам по секрету Мы смотрим такие квартиры Чтобы, если что, можно было одну комнату сдать Квартиранту Мы сейчас тоже живем с квартирантом С другом У нас хорошие отношения Если что, он с нами переедет Если нет, можно было бы кого-то другого взять Чтобы меньше платить за квартиру Ну только, конечно, хочется Либо своего человека Либо Кого-то хорошего Но, естественно, если Снять такую квартиру Ты просто ту комнату Которая без окна С пресенью Никому не сдашь Вернее, возможно, и сдашь Но за какие-то копейки Кому это нужно И она, получается, так расположена Что очень близко к нам И какой-то проходной двор получается Так что, смотрим Ищем Делимся с вами Пишите в комментариях Что вы думаете По поводу таких квартир Конечно, можно найти Хорошее жилье Но оно стоит, конечно Баснословных денег Даже здесь, в Бадалоне Мы вот смотрели По агентствам квартиры Нормальные квартиры стоят нормально А вот дешевые Всегда у них есть какие-то минусы Но, хотя есть и дешевые Более-менее нормальные квартиры Просто либо мы тоже Немного планку завышаем Либо Так думаем, что Если что-то не устраивает Нужно искать дальше Зашли сейчас в японский ресторан Смотрите, какая здесь Сервировка Прям Я такого еще не видела В таких обычных ресторанчиках Хотим еще-то пообедать В общем, ребят Показываю вам Когда мы уже начали Кушать активно В общем, мы себе Заказали два меню Куда входят Первое, второе, третье И, в общем, у меня Вот это третье блюдо Здесь утка С бамбуком И грибами щитаки И блюдо мне показалось Очень жирненьким Говорю Можно мне кусочек хлеба Они говорят У нас только китайский Или японский хлеб Мы такие Ну ладно, приносите Принесли мне хлеб В общем, это Такая булка Жареная Балии, походу И она горячая В общем, я хотела есть Просто это с хлебом Потому что мне жирно Заказала хлебушек А, вот он какой Мы, по-моему, уже когда-то ели его, да? Да В общем, а он еще и жареный Кстати Вот это блюдо было очень вкусное С японской лапшой Омлетом Грибами щитаки Очень вкусно О, ребята Мы так наелись в этом ресторане Пусть это был не лакшери ресторан Но там так вкусно готовили И видно, он очень популярный Потому что Мы пришли еще Пару столиков Вроде бы только было занято Но потом Заполнился абсолютно весь ресторан И практически я так посмотрела Все заказывали себе тоже меню Первое, второе, третье Плюс входило десерт Напиток В общем, я ела меню какое-то за 9.90, по-моему Сережа ел за 7.90 В общем, очень вкусно Так поели, хорошо Вот, я не запомнила, как он назывался Но он находится прямо возле метро Пеппентура Какой-то китайский ресторан Прикольный Если вдруг вы здесь живете Обязательно сходите Дешевый Но очень вкусно готовит Пришли на пляж И знаете что? Мы с Сережей психанули И купили себе купальники Я уже его надела Я попросила в магазине Чтобы мне отцепили вот эти магнитные штуки Чтобы я смогла сразу переодеться Так что я сейчас буду раздеваться И идти купаться У нас только нет пледа Мы так сидим на траве Я, кстати, можно сказать Купила первый попавшийся купальник Я просто посмотрела Какие там были фасоны И выбрала такой Чтобы был относительно закрытый бюстик И трусики Потому что с моим животом Уже вот такие, знаете, мизерные плавочки Смотрятся уже как-то не очень И они как-то плохо держатся Поэтому я себе выбрала На таких хороших бретельках Вверх А Сережа тоже себе взяла Обычные шортики Такие для плавания Вот такой купальничек у меня Такой закрытенький Розовый Не самый мой любимый цвет Но мне понравился посолчик Ребята, удача И наконец-то я покупалась Вернее, я уже купалась Но в холодной воде Мы неделю назад ходили в Барселоне На пляж И я купалась чисто Ради того, чтобы поплавать Потому что, ну, как бы Плавать полезно Глазовый тюнёк А сейчас вода такая тёплая Вообще Но мне немного страшно было Потому что сильные волны И у меня такое немного Чувство адреналина просыпается Я немного боюсь таких больших волн Мне кажется, что я где-то упаду Просто здесь ещё камни есть И я немного даже ногу порезала Об мелкие камешки, которые на дне В общем, класс И мне так комфортно в этом купальнике Он такой, ну, ничего нигде не слетает Так всё хорошо держит И трусы такие вот широкие Очень классно Прям довольна Я вот так на фасон посмотрела в магазине И думаю, во, вот это мне должно подойти Ещё там другой меряло Продавщица посоветовала Продавец-консультант Но вообще нечего Тоненькие верёвочки Ничего нигде не держат А здесь же растёт всё Для будущего малыша Вернее, для малыша Как вы уже поняли Я приехала домой И вышла гулять с Сонькой Но я на самом деле Как выжатый лимон Поэтому мы ненадолго В общем, сейчас дело Это на свои дела Погуляет И пойдём домой Потому что я прям с ног валюсь Я хочу просто лечь спать Хотя сейчас Сколько сейчас? Где-то полшестого, наверное В общем, пляж и солнце Меня так утомили Хотя мы на пляже были недолго Но я прям вообще не могу У меня глаза закрываются И сил абсолютно нет А Серёжа пошёл на работу Смотрите, кто это у меня здесь Соня! 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 Соня, посмотри на меня! Посмотри! Сонька! Сонь! Кто это тут? Красавица такая! КОНЕЦ